Привет! Это Инспектор Гаджет! Я вернулся! Правда, не один, а с ним... Привет, друзья! Давно не виделись! Для всех, у кого с воображением всё ок, по этому поводу... Ну, а для остальных и для тебя, мой монохромный друг, объясняю. Это была хлопушка. Бух, весело! Скажу вам честно, я вообще не в курсе, какие гаджеты будут сегодня в программе, а поэтому все вопросы к нему. Так я могу тебе сказать, какие гаджеты будут? Не-не-не-не-не-не-не-не. Так неинтересно. Лучше я послушаю, как все. И что у нас сначала? Sony PlayStation Move Starter Pack. Да ты что! Очень интересно. Время есть? Давайте посмотрим. Sony PlayStation Move Starter Pack. Клавиатуры, мыши, прошлый век. Пришло время новых контроллеров. Пора попробовать новые возможности, которые предоставляет PlayStation Move. Собственно, гаджетов в нашем комплекте Starter Pack 2. Веб-камера, PlayStation Eye и пространственный контроллер, который, собственно, и называется PlayStation Move. Веб-камера с неплохим встроенным микрофоном способна снимать видео в формате 640 на 480 с частотой 60 кадров в секунду, в том числе и в условиях низкой освещенности. Она годится не только для видеочатов, в некоторых играх с ее помощью можно подарить виртуальному персонажу собственную внешность. Микрофон здесь рассчитан на работу даже в не самом тихом помещении. Он уверенно фильтрует посторонние шумы. Именно через этот микрофон PS3 будет воспринимать и распознавать команды голосового управления, если потребуется. Камера PlayStation Eye распознает шарик контроллера в поле зрения и обеспечивает дополнительные измерения обратной связи игрока с виртуальным миром. Вдобавок, внутри рукоятки контроллера находится механизм вибрации DualShock. Он позволяет полнее ощутить происходящее в игре. На одну только камеру PlayStation Move не полагается. Его перемещение отслеживает встроенный трехосный гироскоп, а команды в игре или в меню отдаются нажатием на кнопки или через аналоговый триггер. Теперь в виртуальной реальности доступен чуть ли не полноценный спорт. Теннис, гольф, бадминтон, фехтование — все, с чем можно управляться одной рукой с зажатым в ней контроллером. И всего-то за неполные 2800 рублей. Но будьте внимательны — это минимальный набор на одного игрока. Минимальный, потому что для максимального удобства вам необходимо будет покупать навигейшн-контроллер, а потом и второй такой же комплект, если хотите играть вдвоем на одном экране. Скажи мне голос, чем ты руководствуешься при выборе девайса? Ну, как-то чем? Его актуальностью, стоимостью, нужностью людям? Понятно. Спасибо. А можно тебя попросить сказать «Здравствуйте» вам подсказать что-нибудь? Здравствуйте. Вам подсказать что-нибудь? Вот! А я-то думал, что мне твой обзор напоминает? Как будто в Евросеть зашел. Попробуй быть жестче! Как это? Как-как? Как стэткин в механике. Думаешь, почему этот фильм в топах? О! Уяснил? Попробую. Давай, только жестко! Жестко! Microsoft ArcTouch Mouse Black USB Microsoft всегда отлично умела делать всевозможное железо. Ноутбучная мышь Microsoft ArcTouch Mouse Black USB тому подтверждение. В транспортном положении эта мышь напоминает просто кусок пластика. Для нее не нужен особый чехол. Она поместится в любую сумку и не займет много места. И не потребует в дальнейшем никаких дополнительных приспособлений. Мышь беспроводная. Ее приемопередатчик с интерфейсом USB крепится к ее же собственному хвосту на магните. Отцепляем, вставляем в ноутбук или компьютер. Оп! Переводим мышь в рабочее положение. Просто и изящно. Microsoft ArcTouch Mouse – прямая наследница классических компьютерных мышей. У нее две полноценные аппаратные кнопки. Есть скролл-зона. Металлическая полоска чувствительна к перемещениям пальца. Так что стоит по ней провести, и текущая страница текстового документа или веб-сайта будет прокручиваться. Есть даже режим скоростной прокрутки. Если отрывисто постучать пальцем у одного из краев скролл-зоны, страницы будут листаться заметно быстрее. По ощущениям, кстати, очень похоже на работу с обычным колесом прокрутки, потому что мышь откликается на использование скролл-зоны, заметно вибрирует в ответ. Удобно. Можно было бы ожидать, что компьютерная мышь за 2500 рублей окажется почти идеальным контроллером. Но к изящной выгнутой спинке мыши придется какое-то время привыкать. Не класть на нее ладонь привычным образом, а обхватывать пальцами под брюшком. Кстати, прорезиненная спинка лежит под сводом ладони, как влетая. А еще лазерный сенсор мыши позволяет ей работать практически на любой твердой поверхности, кроме разве что зеркала или очень чистого прозрачного стекла. В общем, отличный подарок и почти наверняка выбор многих и многих взыскательных пользователей. Субтитры создавал DimaTorzok в этом году, пока признается... Даже не знаю, как назвать. Короче, симулятор. Нет, вы можете сказать, что я идиот, и изобретение реально крутое, но реально, на кой оно нужно? Не, ну для секретных агентов вещь, понятно, незаменимая. А так, гумно. На пятерочку. И ничего слушать не хочу. Жду обзор. ViewSonic ViewPad 7 Не так-то просто убить iPad. Даром, что потенциальные его убийцы в последнее время наводняют магазинные полки. Ему все как с гусь вода. Впрочем, ViewSonic ViewPad 7 и не собирается никого убивать. Его роль — занять рыночную нишу суперфонов, которая совсем недавно образовалась на стыке смартфонов и планшетных компьютеров. Если 4-дюймовый коммуникаторный дисплей для вас маловат, а 10-дюймовая таблетка чересчур громоздка, то суперфон, в данном случае диагональю 7 дюймов, как раз для вас. Этот гаджет прямо заявляет о своем позиционировании. Large Screen Smartphone. Смартфон с большим экраном. В нем реализованы все самые актуальные на сегодня интерфейсы. 3,5G, Bluetooth и Wi-Fi. Работает ViewSonic ViewPad 7 под управлением операционки Android 2.2. Это самая распространенная на сегодняшний день инкарнация Андроида. Интерфейс, стандартный набор приложений, софт в Android Market — все как у типичного смартфона этого семейства, только экран крупнее. Если отвлечься от размеров экрана и массы чуть больше 400 грамм с чехлом, этот суперфон действительно напичкан как нормальный современный смартфон. Одноядерный процессор Qualcomm с частотой 600 МГц, 512 МБ оперативной памяти, столько же постоянный. Слот для карты расширения вплоть до 32 ГБ. Есть две камеры. Передняя на 0,3 Мп для видеозвонков и основная на 3 Мп. Есть акселерометр, навигационная система A-GPS, электронный компас. Аккумулятор несъемный, правда, зато емкость его просто невероятная с точки зрения рядового смартфона. Больше 3 Ач. Это почти 6 полноценных часов в режиме непрерывной работы. В итоге за 18 тысяч рублей имеем суперфон с внушительным экраном. Причем такой, который реально поместить во внутренний карман пиджака и который не требует армированного чехла для бестрепетной переноски с места на место. Очень завидная емкость батареи. Высокий комфорт работы с текстом и веб-страницами. Телефонный модуль. Этот гаджет вовсе не собирается убивать iPad или заменить ваш мобильник. Но однозначно может стать хорошим дополнением к вашему набору гаджетов для ежедневного использования. Знаешь, что я понял, голосок? Не отвечай. Это риторический вопрос. Мне опять нужно все брать в свои руки. Да, на этом все. С вами был инспектор гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока. Молчи. Ты наказан. Молчи. Субтитрыaku. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok